Уважаемые коллеги, добрый день. В послании Федеральному собранию президент поставил целый ряд стратегических задач, которые предстоит решить до 2030 года, в том числе благодаря новым национальным проектам. Все они направлены на дальнейшее развитие страны, на повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны. Реализуемые сейчас проекты стали одним из ключевых инструментов работы правительства и позволили нам добиться значимых результатов. Использовалась, прежде всего, система управления и мониторинга, которая охватывает все уровни исполнительной власти, вообще от муниципалитета до федерального центра. Все это охвачено в системе управления. С ее помощью в режиме реального времени отслеживается свыше 3000 показателей. И она помогает реагировать на риски, прогнозировать исполнение национальных проектов, но и, конечно, оперативно действовать в случае любых отклонений. В том числе основываться на обратной связи и от бизнеса, и от граждан, о которой нам всегда говорит президент. Результатом применения этой системы управления стали высокие цифры по уровню достижения запланированных параметров. Они близки, скажу сразу, к 100%, и похожая картина сложилась в части государственных программ и стратегических инициатив. Благодаря чему планы по продвижению к национальным целям, которые определены президентом на конец прошлого года, были выполнены. Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам. Продолжить движение вперед, вопреки давлению извне. Что хорошо видно по динамике роста валового внутреннего продукта, напомним, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%. И это только, конечно, первая оценка. Тренд сейчас сохраняется и в 2024 году. Январский рост, в частности, оценивается Министерством экономического развития уже в 4,6%. Есть сегменты, где темпы в начале текущего года исчисляются и двузначными величинами. Это производство компьютеров, электронного оборудования, в сайте производства мебели, изделий из кожи, текстиля и многих других элементов и материалов. В этом году действующие национальные проекты завершаются. Но задачи, конечно, которые стоят перед нами, не просто сохраняют свою актуальность, они требуют продолжения поддержки государством, динамики, практически во всех отраслях и во всех сферах. Президентам в ходе послания объявлены масштабные прорывные цели для достижения независимости в целом ряде чувствительных областей. Уже со следующего года нужно запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и национальный проект кадры. Они должны быть нацелены на решение вопроса в части технологии сбережения здоровья граждан, эволюции всех видов транспорта, робототехники, станкостроения, космических, атомных и энерготехнологий. Также крайне важно продолжить развитие наших городов, поселков, социальной сферы, принять соответствующие меры по демографии, по поддержке материнства, детства, по модернизации нашей системы здравоохранения и образования, сделать все для повышения качества жизни наших людей. На это в том числе будут направлены сразу три национальных проекта – это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России». Результаты должны быть зримыми, понятными для людей, чтобы в итоге появились тысячи новых современных школ, садов, спортивных сооружений, прошли реанновацию многих объектов культуры и высшего образования, что была проведена модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта. Задачи большие, на всё это потребуется выделение соответствующих ресурсов, ну и, конечно, что тоже очень важно, выстраивание чётких планов и систем контроля, чтобы средства расходовались максимально эффективно. Это масштабная работа, необходимо увязать все возможные меры с конечными целевыми эффектами. Ну и, конечно, опираться на обратную связь с гражданами, с бизнесом, с экспертным сообществом. Ну и та система управления мониторинга, о которой я говорил вначале, такой тоже ключевой элемент управления всеми государственными программами. Коллеги, эти документы определяют основные тренды развития страны на следующие шесть лет. И нужно всё очень тщательно, детально проработать, определить конечные эффекты с учётом обозначенных задач в послании президента. На чём, в первую очередь, сфокусировать усилия и финансы, чтобы наша страна продолжала меняться в лучшую сторону.